Политика открытости и взаимовыгодного партнерства, либерализация валютного рынка, комфортный инвестиционный и бизнес-климат, туристический потенциал, толерантность страны и целый ряд других факторов привлекают к возможностям современного Узбекистана все более предметное внимание международных экспертов и ведущих компаний. Отзываясь на спрос и интерес мирового сообщества к реформам, происходящим в последние два года, наши дип-представительства проводят презентационные мероприятия в самых разных странах. Новая политика президента Шавката Мерзиёева. Это тема конференции, состоявшейся на днях в древней столице Испании, в городе Толь-Леду. О мероприятии и мнениях экспертов в репортаже нашей программы. В статье, опубликованной на популярном сайте региональной аналитической сети Центральной Азии, посвященной анализу сотрудничества Республики Кореи и государств Центральной Азии, речь идёт о стратегии Республики Корея «Новая северная политика», в которой Узбекистану в регионе Центральной Азии отводится ключевая роль. Эксперты отмечают, что сегодня Ташкент – основной торговый партнёр своего корейского побратима. Почти половина товарооборота страны утренней свежести в Центральной Азии приходится на долю нашей республики, отмечает издание. В Узбекистане функционируют более 630 предприятий с участием корейского капитала. Реформы, осуществляемые в нашей стране, – это хороший посыл для иностранных инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии бизнеса и торгово-экономического сотрудничества. Так считает и Марко Финелли, исполнительный директор итальянской инжиниринговой компании «Макарфери Групп», заявляя о своём намерении войти на рынок Узбекистана и готовности предоставить технические решения для гражданского и экологического строительства. Кроме того, по его мнению, хорошие перспективы у партнерства в области развития транспортной и сельскохозяйственной инфраструктуры, благоустройства водных артерий. С этой целью предлагается привлечь в Узбекистан значительные финансовые средства Италии. Промышленность, сельское хозяйство, медицина, образование, инвестиционный климат – нет ни одной сферы, которой бы не коснулся процесса реформирования. По мнению участников конференции в испанском Толедо, новая внешняя политика Узбекистана создаёт все необходимые условия для превращения Центральной Азии в зону стабильности и устойчивого развития путём решения накопившихся вопросов на конструктивной и взаимовыгодной основе, включая переговорный процесс в Афганистане. В выступлениях испанской страны отмечалась важность развития отношений между нашими государствами. По их мнению, отсутствие Узбекистана выхода к открытому морю компенсируется расположением республики в самом сердце региона, являющихся геополитической столицей мира 21 века. Отмечалась необходимость открытия посольства Испании в Узбекистане. Это позволит ей активно участвовать в осуществляемых нашей республике преобразованиях, тем более, что налицо большие возможности для расширения двустороннего сотрудничества. В мае текущего года мы планируем посетить вашу республику с целью подписания соглашения о сотрудничестве с университетами Узбекистана. Открытие центров испанского языка послужит укреплению сотрудничества в области академического обмена, активизации двусторонних отношений. Ведь свободный обмен идеями, обширное информационное и культурное пространство не только создают для нас видимые преимущества, но и задают планку высокой конкурентноспособности каждой страны.